Расскажите, пожалуйста, кто это? Люди, это иркутяне? Это перечисленные люди, они россияне, ни один из них не иркутянин. Они являются политическими заключенными современной России. Друг с другом они не соотносятся, то есть это различные политические заключенные. Дело сети, например, это юноши, в основном из Пензы, Петербурга и Москвы, которые были, скажем так, схвачены сотрудниками Федеральной службы безопасности России в разное время. Далее из них были выбиты показания о том, что они хотели совершить теракт и там чуть ли вообще не захватить всю Россию. У всех присутствуют, получается, на телах повреждения, подтверждения того, что их пытали всяческим образом, с помощью подручных средств. С Азатом Михтаховым, получается, аспирант МГУ математического факультета, примерно то же самое происходило. То есть тут суть именно в том, что следствие будет разбираться, виновны они или нет, но нарушаются такие обыкновенные права человека, как то, что ему должна прийти повестка, как то, что его не могут пытать, чтобы выбивать из него показания. Ни один из них не давал показания в присутствии адвоката, нарушение права на защиту. Ну, то есть такие примитивные даже вещи нарушают. Что-то шаблонные для нашей страны. Ну, да, это, конечно, стандартный сюжет. А помимо вот этой информации мы в интернете можем о них что-то узнать, да? Да, можете узнать. Получается, гуглите фамилию и имя, можно просто фамилию, и сразу будет вся информация о том, как идет следствие, как продвигаются какие-то улики, найденные или не найденные, кто участники, что происходит в данный момент. Ну, вот я лично всегда, как бы сказать, поддерживаю вот подобные вашему смелые поступки, поэтому примите от меня, как бы, благодарность особую. Я со своей стороны попробую. Я не знаю вообще сути дела, но уже то, что вы это делаете, уже достаточно, я думаю, для того. А только еще скажите, а вот какое отношение вы имеете вот к этому? И я первым делом-то подумал, что они иркутяне, нет? Нет, ну, я как минимум у меня у самого судимость. То есть вы сами столкнулись с этим, да? Я сам столкнулся, у меня оскорбление чувств верующих, я иркутянин, у меня за гражданскую позицию... А фамилию и имя можете сказать, да? Литвин Дмитрий Александрович. Хорошо. Поэтому я просто солидарен с людьми, которые также попали под пресс в наши государственные машины. На площади, там, на этой самой Эсперанского будете делать свою акцию? Какую ее? Ну, то же самое, то есть вот этот пикет, одиночный пикет, я так называю, да? Да, на одиночные пикеты. Когда и что, ну, то есть пока ничего не поняли. Ну, ладно. Всего вам доброго. Вам тоже. Ну вот, кто-то борется, кто-то ест мороженое, кто-то идет в модный квартал. Спасибо.